МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неделя вновь в эфире. Здравствуйте. Кроме мужского праздника, последние дни принесли грязь на дорогах, новости о поддельных полюсах ОСАГО, очередной большой бизнес-форум и термосы в знак благодарности спасателям за вызволенных из снежного плена людей. Но говорить сегодня подробно будем вот о чем. Шквал звонков и потерянные пенсионерами сотни рублей, как государство в один карман кладет, а из другого забирает. Жесткая вертикаль или губернатор всемогущий? Глава регионов может увольнять мэров и глав муниципалитетов. Вышли вон или истории о том, как, правда, глаза колят? Областные министры остро отреагировали на действительность. Дослушать доклад общественной палаты даже не смогли. События недели обсуждаем вместе с журналистами Максимом Курниковым и Анной Жираковской. На этой неделе заговорили следователи. Бывший руководитель Федеральной службы исполнения наказаний, оказывается, получил откат в размере 140 миллионов рублей, причем в своем кабинете. Браслеты, из-за которых, так сказать, загремел Реймер, мы показывали еще весной, также в программе неделя. При их закупке были похищены 3 миллиарда рублей. Провернуть преступную схему руководителю помогли заместитель, полковник и генеральный директор коммерческой организации. Роли были распределены. Браслеты для тех, кто якобы находится, например, под домашним арестом, изготавливались по заказу, приобретали их по завышенным ценам – 120 тысяч рублей. Деньги переводились по фиктивным договорам на аффилированные компании. Реймер, по данным следствия, получал проценты. Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями». На этой неделе они приступят к ознакомлению с материалами дела, которое состоит более чем из 100 томов. Руководитель коммерческой организации МИТА Николай Мартынов вину признал. Остальные, в том числе и Александр Реймер, нет. Ну а пока одни ворочают миллионами и миллиардами, другие плачут из-за сотен пропавших рублей. Это пенсионеры. Говорят, забрали люди из правительства. Причем плачут в прямом смысле слова. На этой неделе телефон журналистов разрывался. У нас не хватало времени на то, чтобы нормально работать. Приходилось объяснять пожилым людям, почему они, несмотря на прибавку, пенсию получили меньше обычного. Куда делась компенсация за услуги ЖКХ? Но на главный вопрос ответить мы так и не смогли. Почему наши господин Берг и господа депутаты решили закрыть дыры в бюджете пенсионерами? Почему бы мы им не поискать в другом месте? Сейчас каким это чувством пойдем голосовать? Я даже не знаю. 176-й федеральный закон в действии. Количество возмущенных побило все мыслимые рекорды. Пенсионеры, обозленные на соцслужбы, государство, правительство, высказывали негодование журналистам. Почему опять сэкономили именно на них? Более 400 тысяч льготников на неделю получили компенсацию за жилищно-коммунальные услуги по новому расчету. Кто-то потерял до тысячи рублей, кто-то и больше. Оправдание соцзащиты. Не все расчеты правильны. Случились ошибки. Вернем. Мы сейчас обрабатываем 2 миллиона лицевых счетов на 400 тысяч льготников. Это очень большое количество. И, конечно же, получаем информацию от 400 ресурсных компаний и управляющих. Понятно, что где-то не состыковалась программа. И есть некорректные начисленные платежи. Но нет, пересчитав потери, даже сами пенсионеры убедились. Все-таки сэкономили. И немало. Общую сумму посчитал. А потом, как мне сказали, на троих делим, на строе прописано. А вот третью часть еще пополам делим. Вот и получается, вот это на мои льготы единые, как инвалиду. Ну, а тут разница уже другая. Там сумма-то получается меньше намного. Тысячи на две почти, на полторы тысячи. Владимир Мельников, как и многие другие, почти лишенные компенсации пенсионеры, уверены. Все-таки людям не хотят говорить правду. Суммы конечные и ждать больше нечего. Опять говорят оптимизации. И опять за счет самых незащищенных слоев населения. Нас бросили, мы никому не нужны. И куда идти жаловаться, мы не знаем. Мы пенсионеры терпеливые. Но сколько можно терпеть? Уже прям, знаете, шить уже не охота. До того же, то что там 7 тысяч пенсий, то дадут, то не дадут, тогда уж совсем не давайте. И все правильно. Очень странный ход власти, тем более в выборный год. В одной из газет проводилась прямая линия на эту тему. И, в общем, журналистка, которая принимала эти знаки, просто стало плохо. И надо сказать, что позиция власти в этой ситуации, она, конечно, на ней можно посмеяться, но смешного-то мало. Они говорят, что... А вы не воспринимаете эти деньги как дополнительный источник дохода. Это не должно так вами восприниматься. Это же просто льгота. Это компенсация. Но один из радиослушателей, который как раз потерял свои льготы, он написал буквально следующее. Мои льготы сбросили на Сирию, видимо, да, из Бомбалюка. Я думаю, что он во многом прав. Все уверения соцзащиты, что мы ошиблись, мы пересчитаем и потом вернем, на мой взгляд, яйца выведены. Не стоит, не вернут они ничего. Потому что такого в природе денежной, государственной денежной природе нет, чтобы деньги какие-то недовыданные потом вдруг вернулись. Бум страшный. Самое обидное в этой, во всей ситуации, то, что если сейчас во время предвыборной кампании с этим ничего не сделают, то после 18 сентября об этом все благополучно забудут. Вопросы наших зрителей нас часто ставят в тупик. Но что сказать, когда человек спрашивает, почему опять забрали у пенсионеров? Почему не у людей из правительства или депутатов? Почему не у руководителей госструктур или корпораций? Нет ответа на вопрос, почему именно пенсионеры, потому что это не депутаты, потому что это не губернаторы, потому что это не чиновники. Ответ глупый, но он правдивый, потому что у себя они не отнимут. На самом деле власть столько говорит о кризисе, ну и урезала бы себе в 2-3 раза зарплаты и увеличила бы из этого пенсионерам. Я повторю, наверное, уже 35-й раз одно и то же. Люди, которые голосуют за эту партию, они же потом удивляются решением этой партии. Ребят, вы источник власти, вы народ, да? И если вам не нравится, как эта власть с вами поступает, ну так меняйте ее. А голосовать за нее, а потом звонить и плакать, ну, наверное, это не очень взрослая позиция. В середине этого месяца появилась небольшая надежда на то, что наше государство вроде как бы пусть поздно, но начинает задумываться над тем, что делает. Генпрокуратура вдруг посчитала взносы на капремонт частично неконституционными. Все уж было начали размышлять, как будут возвращать деньги простым людям. Но Генпрокуратура как подумала, так и передумала, отозвав письмо из Конституционного суда. А еще, кстати, на этой неделе лидер профсоюзов Михаил Шмаков высказал идею, которую многие окрестили крамольной. Человек, который должен стоять на страже наших интересов, предложил лишить пенсии 20% россиян. Фрилансеров, людей творческих профессий и аграриев. Налоги они якобы платят непонятно как, а значит и пенсии им не положено. Армия абсолютно нищих пожилых людей может пополниться на 13 миллионов, посчитали эксперты. Захотели – пришли, захотели – ушли. Непоследовательность областных министров обсуждали на этой неделе. Члены общественного совета при законодательном собрании говорят, что такого пренебрежения со стороны исполнительной власти к себе еще не видели. Вроде бы формальный орган долго существовал, не привлекая к себе внимания. Что-то обсуждали, писали заключения. Но тут вдруг явно негативный доклад о том, что наша перерабатывающая промышленность катится, как говорится, в тар-тарары. Производим минимум, экспорта крайне мало. Зато ввозить стали в десятки, а то и в сотни раз больше. Фактов, мягко говоря, неприятных, звучало много. Видимо, настолько много, что вице-губернатор Вера Баширова и министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Михаил Маслов просто вышли из зала. Министр, кстати, даже оставил на столе доклад. О подробностях и о реакции на выходку в интервью рассказал председатель общественной палаты Александр Костенюк. На последнем заседании общественной палаты, когда обсуждался импортозамещение, произошел такой, ну как мы считаем, небольшой инцидент, когда вице-губернатор Вера Баширова и Михаил Маслов, министр сельского хозяйства, покинули заседание. Вы какую оценку даете вот тому, что произошло для себя? Ну я не делаю из этого, ну, какой-то вывод серьезный, да, что это было протестное какие-то, там, в душе. Нет, это Эриковна ушла, я потом уточнял, почему она ушла, ее пригласил якобы губернатор, так. А вот что касается министра сельского хозяйства, ну, то были какие-то немножко амбиции, какие-то неудовлетворения. Ну, то есть, скорее всего, ему было неприятно слышать то, о чем говорили, да? Ну, наверное, потому что, я скажу немножко предисловие, нам будет все понятно. Ну, во-первых, он не хотел к нам идти, хотел, чтобы кто-то пришел из заместителя. Значит, я настоял, чтобы он был. Он потом, когда пришел и говорит, значит, мне некогда, мне некогда, вы мне дайте выступить первому, вот, и я уйду. Я говорю, да нет, наверное, надо послушать то, что скажут члены совета общественной палаты. У них же будут какие-то предложения. Я думаю, что у нас сейчас у всех дефицит. Как выходить из этой ситуации? Что надо делать? Может, кто-то что-то и подскажет путево. Ну, информация звучала достаточно много негативной, насколько мы знаем. По импорту замечению вообще, там цифры устрашающие какие-то. Безусловно, безусловно. Были очень серьезные, значит, статистические, это статистические данные. Это никто их не надумал. Это все взяли статистики. Вот, конечно, есть вопросы. А мы будем на основе тех данных, которые у нас сложились, и той ситуации, мы будем заниматься мобилизацией. Мобилизацией всех. И управляющих компаний, и руководителей. Но мы же видим, как мобилизация проходит. Что, допустим, министр сельского хозяйства или вот все губернатор встали и ушли. О какой мобилизации может идти речь? Кого мы мобилизовывать-то? Ну, это же не все такие. Это же не все такие. Это он. Я не знаю, почему он это сделал. Для меня это тоже было и неприятно, и в том числе и неожиданно. Тут два момента. Первый момент. Этим людям, которые ушли, не нужна общественная палата, не нужно мнение людей, которых представляет общественная палата на самом деле. И второй момент. У них нет ответов на вопросы. Я так скажу. То, что само это произошло, то, что стало это публичным, в нынешней ситуации смелость со стороны Костюмюка. И то, что он согласился прийти и отвечать на эти вопросы, по нынешним меркам фронта действующей власти. Просто такое противостояние. Это лишь часть интервью о том, что именно возмутило министров, и как собирается ответить общественная палата на такой вызов, расскажем о второй части программы. А сейчас небольшая реклама. Это неделя, и мы продолжаем. Вышли из себя, а затем и в дверь. Какая правда, так уколола вице-губернатор Веру Баширову и министр Михаила Маслова. А цифры и факты звучали действительно острые и неприятные. Их озвучивал директор исполнительной дирекции Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Лагуновский. Вот небольшие выдержки. За последние 2-3 года область из региона, который вывозил продукции в 2,5 раза больше, чем возил, превратился в дотационный. И теперь ввоз на 11 миллиардов рублей превышает вывоз. Например, колбасные продукции в Оренбурже ввезено из российских регионов в 10 раз больше, чем произведено и реализовано на территории области. Творожных изделий ввозим в 62 раза больше, чем производим. Оренбуржье ввозит в год на 1 миллиард рублей кондитерских изделий. И почти на полмиллиарда рублей комбикормов, сказал Лагуновский. Итак, в основном вся еда у нас согласна докладу из Челябинской, Самарской области. Овощи к нам завозят из таежных по сути регионов Перми и Свердловска. За последние 5 лет производство зерна в Оренбурже сократилось на четверть. Поголовье крупного рогатого скота, включая коров, упало на 10%. Неуклонно снижается производство молока. Остался вопрос, куда подевалось все наше. Именно на него отвечать Вера Баширова и Михаил Маслов в общественной палате не стали, решив удалиться. Наверное, для меня в этой новости главное то, что даже самые лояльные, самые проверенные, самые подконтрольные органы, даже не власти, а выражение общественного мнения, уже вызывают неприятную реакцию властей. Оторжение какое-то, нежелание слышать то, что говорят, даже подконтрольные уже органы. Я думаю, что это нежелание связано с тем, что нечего ответить. Потому что, как ни крути, но показатели импорта и экспорта из региона и в регион, это самые, что ни на есть, объективные показатели. Можно сколько угодно говорить в целом о стране, о том, что мы вместе с конъюнктурой рынка страны, мира, прибавляем или убавляем что-то. Но когда ты видишь, что соседние регионы стали поставлять в твой регион продукции больше, а ты, как регион, в другие регионы меньше, это, в общем, показатель того, что тут страна в этой ситуации ни при чем. Здесь при чем только руководители данного конкретного региона. И это, конечно, слышать было очень неприятно. То, что общественная палата, которую всегда никто не ставил ни во что практически, уж извините меня за такое определение, вдруг начала задавать вопросы, которые ставят люди на улицах, люди в магазинах, покупающие самарскую колбасу, например, или покупающие, я не знаю, там, овощи из Перми. Это же дичь. Мы что, не можем делать своим молочным изделием? Мы не можем делать свою колбасу? Почему мы должны завозить продовольствие в Оренбургскую область, где якобы есть все условия для развития мясного и молочного скотоводства? Поэтому очень радует, что общественная палата, во-первых, подняла этот вопрос. Во-вторых, мне кажется, что уровень реакции людей на происходящее в стране уже настолько критичен, что не говорить об этом уже нельзя. Как выходить не в дверь, а из такой сложной экономической ситуации? Как вернуть в магазины местную продукцию? Ответы на эти вопросы общественная палата искала уже в одиночестве. У нас сейчас достаточно много проблем существует. Мы и в программе поднимаем, в том числе вот эти компенсации за жилищно-коммунальные услуги, которые урезали. Вы дальше планируете поднимать вот такие вот острые вопросы? И все-таки намерены ли вы вызывать на диалог нашу исполнительную власть, несмотря на такую реакцию? Сделать это как самоцель мы этого делать не будем. А как разобраться серьезно и, может быть, вот так сообща подумать и найти выход из этого положения, мы это будем делать обязательно. А какой может быть выход? То есть, если, допустим, вам не удастся развернуть лицом к себе исполнительную власть, ну вот не придут, проигнорируют, уйдут, какая тогда цель? Посидели, поговорили и разошлись, я так понимаю. Цель-то какая? Какой результат должен быть? Обсуждение. Результат должен быть такой, что должно улучшиться положение. То есть увеличатся объемы производства. Сельское хозяйство, промышленности. Как? За счет организации. Она же просто так, нигде ничего не возьмется. Будем опять возвращаться к этой теме. И опять будете вызывать того же, например, министра сельского хозяйства, и стоит заметить министра перерабатывающей промышленности Михаила Маслова. А почему же нет? А если и опять улучшений не будет, тогда будем какие-то принимать более кардинальные меры. Высказывать свою точку зрения о том, как работает министр и его министерство, насколько он эффективно руководит министерством. А как иначе? Ну хорошо, мы готовы вам предоставить такую площадку. Спасибо за интервью. Спасибо вам. На самом деле то, что общественная палата все это время не выходила публично и не демонстрировала свою работу публично, снизила уровень доверия к ней очень серьезно. Поэтому даже если сейчас они что-то будут делать, ни журналисты, ни тем более население, которому вообще все равно есть общественная палата, большинство населения даже не знает, что она есть. Ну вот просто, для большинства населения ее просто нет. Об этом знают журналисты просто по профессии. Ну мы какие-то там раз в полгода получаем пресс-релизы. Ну да, они что-то там, наверное, делают. И второй момент. У общественной палаты как таковой нет официальных рычагов. Что мы хотим от общественной палаты? Ну вот реально, мы же прекрасно понимаем, что это громоотвод какой-то, в принципе, как это задумывалось, это квази-орган, его нет. То есть, его на самом деле нет, да? Вот по-хорошему. А то, что даже какой-то писк оттуда раздражает власть, говорит о том, насколько власть в принципе раздражается сейчас. Эта неделя ознаменовалась еще одной скандальной историей, которой даже норовят придать статус международного конфликта. В центре снесенный летом дом, в котором якобы пребывал когда-то поэт Тарас Шевченко. На его месте теперь стоянка для автомобилей Банка Русь. И вот по факту сносов полиции возбудили уголовное дело, будут даже разбираться в решениях судов, один из которых снял с дома статус памятника, а другой вернул. На сайте правительства это здание, которого уже нет, до сих пор в числе памятников культурного наследия. Между тем, только специалисты могут вспомнить, что находилось последние годы в этой достопримечательности убогого вида. За состоянием дома особо никто не следил, как у нас это бывает. Но зато памятник, как оказалось, достаточно ценный. Слуг дошел якобы даже до Украины. Сайты там написали, что министр культуры соседнего государства намерен обратиться в ЮНЕСКО. Вертикаль всемогущая. Президент Владимир Путин подписал указ, меняющий принципы местного самоуправления. Теперь губернаторы смогут увольнять руководителей муниципальных образований, не церемонясь. Для снятия городоначальника с должности губернатору понадобится решение суда. Тем временем в Оренбурге примеров, когда неугодно, главгубернатор лишал поступкой достаточно. Теперь убрать неугодных мэров или глав районов станет еще проще. Все руководители муниципалитетов так или иначе идут на какие-то определенные нарушения. И я думаю, при желании, как показывает практика, можно убрать любого руководителя. Подрастрельная статья главы сегодня и так потеряла популярность. Это показали последние выборы. Отсутствие кандидатов в Сокмарском, Сурелецком, Оренбургском и ряде других районов вынуждало проводить процедуру избрания руководителей муниципалитетов неоднократно. Президентский указ, согласно которому вертикаль власти стала жестче, а губернатор может увольнять глав, вступил в силу 26 февраля. Теперь, как говорится, был бы глава, а статья найдется. На самом деле, это просто уточняющий, на мой взгляд, закон. Просто это еще одна палка, по которой могут убирать. Ну, просто еще одна такая вот галочка. То есть вот раньше за недоверие, раньше за, допустим, как у Явкина, за уголовное дело, как у Митина, кстати, тоже, да, за уголовное дело, то сейчас добавилась еще одна причина, по которой могут убирать, за нецелевое расходование средств. Но напомню вам, кстати, что нецелевое расходование средств может привести и к уголовному преследованию. И поэтому, ну, просто уточняющая мера. Что касается ужесточения вертикали власти, здесь нет никакого ужесточения. Она и так уже жесткая. И так уже губернатор влияет на глав муниципалитетов. Причем влияет достаточно серьезно. Я бы сказала, почти стопроцентно. Хорошо это или плохо, плохо. Как из этого выйти? Пока никак. Ну, в общем, мне кажется, что мы эту тему проговорили еще тогда, когда отменили выборы мэра. В общем, это логичное продолжение все той же истории. Но просто местного самоуправления больше нет. И это еще одно тому подтверждение. Ну и еще одно событие недели, не состоявшееся. Год с того момента, как убили Бориса Немцова, для оренбуржцев прошел незаметно. В 2015-м в эти дни люди собирались на антикризисный митинг «Весна», который был посвящен гибели неоднозначного и оппозиционного политика. Они переживали, говорили о погибающей демократии, некоторые даже плакали. Но вот, похоже, страсти улеглись. В крупных городах митинги разным образом запрещают, а у нас просто оказалось собираться некому. Это дали понятие и руководители местного отделения партии Парнас, и участники прошлогоднего мероприятия. Зато 11 марта обещают выйти на улицу пенсионеры, которым как раз урезали компенсации за услуги ЖКХ под чутким партийным руководством либералов. Тема обнищания народа и продовольственной опасности становится перед выборами очень благодатными. Но, похоже, только перед выборами. Это была неделя. До встречи.